я вас приветствую дорогие друзья в этом видео мы с вами будем разбирать как оформить паблик вконтакте видео мы разделим на две части в первой части мы будем с вами непосредственно работать в программе adobe photoshop то есть создавать аватарку создавать меню подменю и и во второй части мы уже с вами непосредственно разберем как все это загрузить в свой паблик как ставить нужные вам ссылки на ваши ресурсы и я покажу вам сейчас пару примеров это мой паблик один из моих пабликов я в принципе вы еще не раскручивал просто сделал аватарки меню перехода но достаточно я думаю неплохо вот если перейти по картинке по меню мы видим здесь уже меню с переходами нас нужные мне ресурсы на мои какие-то ресурсы здесь будут конечно же вы сделаете свое меню и будут уже переходы на ваши ресурсы какие-то ну давайте еще один пример посмотрим такой есть у меня паблик дневник позитива и мотивации здесь вот такая такие аватарки с округленными углами я тоже покажу как это вам сделать и также здесь если мы перейдем мы видим под меню такое ссылками но на ресурсы на мои ресурсы вот и давайте мы с вами начнем работать программе аду photoshop у кого нету скачиваете в интернете где скачать не знаю скачивайте либо платная платную программу либо наверняка найдете где-то бесплатно скачать показывать я буду как обычно я все свои уроки записываю делает так чтобы было понятно даже новичку но чтобы более эффективнее работать в этой программе я советую конечно же пройти несколько уроков у меня есть бесплатный курс ссылка будет по в описании под видео и там вы пройдете будете базовые базовые какие-то навыки будете уже иметь по работе в этой программе но как я уже сказал даже если будете сейчас вот смотрите просто повторять то вы уже сможете сделать вполне приличное пролечные вполне прилично можете оформить свой паблик и так давайте начнем с аватарки размер аватарки мы возьмем 200 на 500 пикселей до до этого смотрите вот у нас открыта программа adobe photoshop здесь если у вас не установлена среда на рабочая среда то установите вот здесь фотографии и дальше мы с вами идем либо файл и нажимаем создать control н и либо нажимаем control н горячие клавиши я советую изначально пользоваться горячими клавиши control н мы создаем новый документ здесь вписываем ширину 200 и здесь мы пишем 500 500 здесь мы выбираем цвет прозрачный чтобы уже нам либо картинку загрузить либо сделать свой цвет нажимаем бог создается такой у нас документ мы видим на он прозрачный когда вот такие клеточки серо-белые клеточки значит это прозрачный фон у вас и здесь мы уже можем либо залить фон выбрать вот такое ведерко если у вас не не такое ведерко а например вот такой инструмент градиент стоит то просто наводим выделяем этот градиент мы видим идут такие подсказки и кликаем правой кнопкой мыши выбираем здесь инструмент заливка либо мы можем просто удерживать левую кнопку мыши нажать и удерживать тогда открываются все инструменты здесь вы выбираете инструмент заливка и можете уже залить каким угодно будет цветом. Давайте можем залить, например, вот сейчас у нас цвет такой. Мы можем выбрать, в принципе, нажав, выбрать удобный, какой вам будет угодно. Давайте возьмем такой зеленый, к примеру, кликнем просто и заливается у нас цветом. Это если вы хотите сделать таким цельным цветом. Сделать просто, чтобы цвет был. Если же вы хотите здесь использовать какую-то картинку для вашего аватарка, какой-то фон, то просто можем зайти, к примеру, в браузер, скачать какую-то нужную нам картинку. Давайте мы это сейчас с вами сделаем. Скачаем картинку, нажмем вот здесь картинка, браузер Google Chrome. И здесь наберем, к примеру, давайте фон наберем. Фон. Найдем подходящий нам фон. Давайте какой мы выберем. Ну, давайте какой-нибудь фон мы возьмем. Даже не знаю, затрудняюсь быстро сказать, какой-то фон, чтобы был такой. Давайте возьмем вот этот фон. Так, вот этот фон возьмем. Да? Давайте. Мы его просто можем либо кликнуть правой кнопкой мыши и копировать картинку, а здесь просто Ctrl, нажать Ctrl, затем V вставить. Вот. Мы видим, что появляется картинка наша. Здесь выбираем инструмент выделения, либо горячая клавиша V. Перемещение, вернее, горячая клавиша V. И здесь мы можем уже растянуть нашу картинку для по нужным размерам. Вот сделать это так. Видите? Такие маркеры у нас появляются. сделать это вот так. Нажать Enter и у нас применилось наше редактирование картинки. И здесь уже вы можете на этой аватарке уже что-то размещать свое. Например, написать какой-то текст. Давайте мы это сделаем. Горячая клавиша T. Выбираем горячую клавишу T. Здесь мы выбираем цвет текста. Я возьму белый. И здесь мы уже можем написать, также здесь можем выбрать размер нашего текста. Здесь мы можем выбрать стиль нашего текста. Вы это уже сами подберете и думаете. И здесь мы давайте напишем так. Напишем мы тестовый паблик. Паблик. Так. Слишком большой у нас текст получился. Опять же выбираем инструмент перемещения. И здесь мы уже можем уменьшить. Если мы зажмем при этом shift то пропорции не будут у нас будут сохраняться пропорции. Так. Вот так возьмем. Тестовый паблик. Так. Вот. И я вам здесь подскажу еще такой момент. Если вы например не хотите проходить нет времени допустим проходить уроки по фотошоп. Как вырезать там смотреть какие-то картинки чтобы именно вставить на вашу аватарку на ваше меню то вы можете просто в интернете например найти уже готовые вырезанные картинки. Как это сделать как искать правильно я вам сейчас подскажу. Например вы можете найти ну давайте напишем так вот пишите название чего вы хотите например дерево поставить туда или что-либо другое. Давайте дерево возьмем пример. Пишу дерево png то есть формат картинки да скорее всего здесь среди того что вы найдете будут картинки на прозрачном фоне то есть без фона который вы уже можете вставить себе себе на аватарку. Давайте посмотрим здесь вот здесь мы видим что оно на прозрачном фоне я не знаю вот когда запись экрана идет возможно вам сейчас не видно но здесь вот будет видно вам если на прозрачном фоне то будут такие серо-белые клеточки вместо фона да и вы теперь смотрите опять же скачивайте ее здесь уже надо нужно скачать ее к примеру в какое-либо удобное для вас место давайте ее сохраним картинку как и сохраним ее к примеру на рабочий стол у меня сохраним а здесь уже браузер я сверну так браузера я сверну и здесь смотрите можем просто ее перетащить с рабочего стола к примеру в нашу программу вот сюда вот мы видим что появляется такое дерево это я как пример конечно да просто навскидку особо не готовился честно говоря к этому ролику просто пооформлял свои паблики и решил записать на эту тему видео ну вот смотрите вот то есть делайте здесь аватарку уже делайте на свое усмотрение что-то добавляете может какой-то текст добавите да и давайте я сейчас сразу покажу вам как сделать с округленными углами как сделать это более такой приятно смотрится скажем так да давайте мы просто поудаляем вот это что мы сейчас с вами сделали просто мы удалим давайте новый слой сейчас создадим сначала да опустим его ниже и здесь мы просто шифтом выделим все что мы здесь наделали вот одно то есть один слой выделяем который нам не нужный и выделяем теперь первый зажав клавишу shift и можем просто перетащить в корзину перетаскиваем в корзину у нас остается наш документ на прозрачном фоне давайте мы сейчас выберем цвет к примеру давайте возьмем такой же цвет и здесь мы уже выбираем вот здесь у нас если мы нажмем если у вас например стоит инструмент прямоугольник то вы просто либо выделяете как мы уже говорили правой кнопкой мыши либо просто удерживаете у вас открываются такие инструменты которые содержатся в этом разделе и здесь выбираем инструмент прямоугольник с округленными углами выбрали мы этот инструмент здесь мы можем выставить размер наших углов вот здесь это делается то есть можете выставить угол который вам необходим в данном случае 48 пикселей давайте поставим допустим 70 посмотрим это будет более округленные такие углы ctrl z если какое-то действие сделали неправильно ctrl z можно отменить ctrl alt z то есть если вы удерживаете ctrl и затем нажимаете z последнее действие отменяется если удерживаете ctrl alt и z отменяется до 20 действий так что если вы что-то сделали неправильно не бойтесь просто отмените давайте здесь выставим как и было 48 у меня здесь выставлено было 48 пикселей скругленность углов и здесь уже смотрите зажимая зажимая левую кнопку мыши мы уже делаем вот такой прямоугольник с округленными углами делаем вот так отпускаем здесь смотрите когда мы это сделали все вот у нас выделенный слой получается мы переходим на него кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем растрировать слой чтобы было возможно с ним в дальнейшем работать и применять какие-то эффекты если понадобится так теперь мы выберем инструмент перемещения сделал я немножко не точно это да V нажимаем горячую кальшу V и можем немножко подкорректировать увеличить вот так либо уменьшить ну для меня вот так это будет оптимально вот так давайте сделаем вроде все ровненько нормально нажимаем Enter применяем и уже здесь на этой основе мы опять же можем что-то свое придумать что-то написать какой-то текст давайте вот у меня была такая идея давайте я сейчас найду эту картинку напишу здесь палец вверх PNG да это формат картинки такой и часто просто на прозрачном фоне такой формат можно найти в поиске да ну вот по-моему вот эту я находил когда-то да так нет это не на прозрачном где-то где-то я что-то подобное находил так ребята сейчас мы найдем сейчас мы с вами найдем все-таки эту картинку которую я находил так нет не это ну хорошо давайте вот это не она нет не она вот она вот она картинка на прозрачном фоне то есть я ее опять же сохраняю на рабочий стол вы можете нужное вам место сохранить сохраняю а затем можно сделать свернуть браузер и просто перетащить ее сюда можно и другим способом сделать но так более удобно вот мы перетаскиваем сюда и к примеру можем здесь зажав shift чтобы не сохранялись пропорции мы уменьшаем ее немножко и вот сделать вот так к примеру да так разместить то есть стрелочками можем размещать смотрите ребята стрелочками можем вверх-вниз право-влево можем размещать более чтобы точно было давайте все-таки немножко уменьшим сделаем так чтобы рука палец этот немножко был немножко был выступал вот так где-то давайте оставим я думаю достаточно неплохо будет enter нажимаем и здесь например вот на этой основе мы с вами будем делать с вами используя эти картинки я буду показывать на этом примере делать будем с вами оформлять паблик и здесь давайте напишем текст к примеру возьмем инструмент текст горячая клавиша t возьмем и напишем здесь тестовый паблик тестовый так неправильно я сделал неправильно что неправильно я не поменял цвет фона возьмем цвет белый и сейчас мы уже напишем тестовый нажмем enter чтобы ниже перейти и паблик так возьмем инструмент перемещения немножко уменьшим немножко уменьшим нашу картинку наш текст давайте еще это сделаем много то есть я сильно не буду заморачиваться не буду не буду здесь что-то выдумывать вы уже сами нафантазируете что-то здесь добавите здесь естественно что-то еще нужно будет заполнить это место вот я вам покажу просто простой пример достаточно на мой взгляд достаточно неплохо уже получилось здесь можно что-то уже доделать смотрите еще покажу такой момент кто например кому нужно вместо не сплошной фон использовать а какую-то картинку я покажу как это сделать и сделать это чтобы так же это была картинка с округленными углами делаем мы следующее в таком случае смотрите друзья берем какую-либо картинку в интернете находим находим фон какой-то так находим фон и какой мы с вами находили давайте возьмем тот же фон который мы находили возьмем вот этот фон мы его копируем давайте мы его все-таки сохраним 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 вот здесь пусть он у нас будет и пока я его копирую копирую картинку нам потом он еще пригодится делать на основе этого фона делать еще меню перехода и здесь я уже выделяю прямоугольную область выделяю слой здесь ctrl v я вставляю подгоняю его чтобы он был по размеру можно больше не важно по размеру нашего аватара и смотрите применяю enter смотрите что мы делаем чтобы сейчас этот фон был с округленными углами мы просто выделяем его именно фон выделяем смотрим чтобы он расположился выше нашего прямоугольника с округленными углами если у вас получилось вот таким образом то вы просто зажимаете левую кнопку мыши и перетаскиваете выше его и здесь кликайте на выделенном слое кликайте правой кнопкой мыши нажимаете создать обтравочную маску и у вас уже на этой основе создается вот видите с округленными углами то есть можете любой такфон подобрать ну давайте вот так мы и оставим с вами я сейчас это все сохраню дело ну вот к тексту возможно к тексту можно что-то применить может быть мы применим применим с вами тень давайте два раза быстро кликнем на нашем текстовом слое здесь появляется стиль слоя мы можем тиснение применить здесь можете проэкспериментировать наложение цвета наложение узора в данном случае давайте применим применим тень нажимаем ок и все наша картинка наш аватар готов мы идем в файл сохранить как либо нажимаем шифтер ctrl s и уже сохраняем в формате ну я советую в формате png png и так сейчас мы найдем место где у меня тут заготовлен тестовый паблик я делал да сейчас мы с вами найдем так вот тестовый паблик у меня и сюда я уже сохраняю напишу например avatar и сохраняю в формате png нажимаю ок сохраняется наш аватар вы можете его сохранить также в формате то есть в формате программы вы можете сохранить также давайте я покажу как это сделать опять же идете сохранить как здесь у вас по умолчанию photoshop в формате psd и вы можете что-то потом поменять тоже пишите здесь avatar или как вам угодно и сохраняете в таком формате сохраняете и давайте мы его пока закроем пока с вами закроем и будем создавать меню перехода с вами сейчас меню перехода для этого мы опять же ctrl n новый документ создаем здесь уже мы пишем размер я пишу такой размер 800 на 600 вы можете подобрать свой 800 на так на 600 нажимаем ок опять же у нас прозрачный фон давайте мы так же сделаем с округленными углами для этого мы переходим на нужный нам инструмент и так же все сделаем как мы делали на нашем аватаре стараемся чтобы ровненько все было я думаю достаточно не нужно здесь ничего увеличивать уменьшать все нормально здесь уже я растрирую возможно даже не нужно растрировать в данном случае я по привычке это делаю растрировать слой и здесь уже вы можете опять же все сделать например загрузить какие-то картинки свои уже на основе фона на основе на этой основе и давайте мы сейчас с вами применим обтравочную маску и сделаем фон чтобы он совпадал с фоном нашей аватарки так здесь мы можем растянуть вот чтобы перекрывало чтобы это изображение перекрывало так и создаем обтравочную маску вот таким образом у нас получается округленные углы получаются и здесь уже мы можем текст размещать давайте просто напишем меню я просто напишу так возьмем инструмент текст напишем так слишком маленькая но ничего страшного мы просто можем растянуть зажал горжав клавишу shift мы растягиваем сделаем можно посередине ставить нажимаем ок enter нажимаем так ну здесь можете по желанию тень применить два раза кликнув по слою применить например тень вот так сделать более отчетливо будет видно здесь давайте какую-нибудь картинку поставим давайте может быть ту же вставим картинку которую мы использовали при аватарке или нет давайте дерево поставим просто чтобы что-то было уменьшаем просто чтобы что-то у нас было как я уже говорил не заморачиваться не буду просто покажу вам пример так ну и все окей вот видите готово меню перехода сохраняем сохраняем в формате png здесь пишем так и пишем меню и сохраняем и на всякий случай обязательно сохраняем но уже в формате psd то есть в формате программы чтобы потом вы могли открыть и что-то поменять тут она уже по умолчанию стоит ну и здесь пишите также меню сохраняем вот с этим мы с вами разобрались то есть аватарку мы с вами уже сделали и создали с вами меню сейчас мы его удалим и будем создавать уже непосредственно меню с переходами разрезать это все будем на кусочки будем уже потом вставлять по этому меню свои какие-то ресурсы ссылки на свои какие-то ресурсы ресурсы для этого создаем то есть это будет внутреннее меню создаем control m новый документ выбираем размер 600 на 500 но это я выбираю такой размер вы можете конечно выбрать уже свой 600 на 500 так нажимаем ок прозрачный фон у нас здесь опять же можете выбрать какую-то картинку для своего для фона да я не знаю давайте чтобы быстро это было давайте вот такую возьмем к примеру в данном случае мы ее можем просто скопировать копировать картинку и здесь мы ее можем ставить control v мы ее можем ставить можем уменьшить можем так и оставить а можем подогнать вот так подогнать так вот так подогнать нажимаем enter применяем и здесь но вы можете какие-то кнопки сделать также можете использовать прямоугольник с округленными углами сделать здесь кнопки какие-то свои но я просто текст напишу чтобы не заморачиваться беру клавишу горячий клавиша t давайте сразу наверное немножко размер увеличим и напишем например видео здесь разместим давайте посередине давайте на три на три части разобьем видео что еще у нас может быть аудио к примеру опять берем горячую клавишу t кликаем потом поразмещаем аккуратно это берем инструмент перемещения опять горячая клавиша t текст и что еще можем канал youtube давай напишем вот так три сделаем ссылки такие три кнопочки как бы перехода возьмем инструмент перемещения здесь уже разместим как я не буду сейчас точно выравнивать размещу примерно чтобы это было вот примерно так ровно вот сюда немножко примерно так я думаю пойдет давайте можем тень применить два раза кликнув применяем тень и если у вас много ссылок чтобы каждому так не применять вы можете просто кликнуть правой кнопкой мыши здесь скопировать стиль слоя а потом здесь выделить шифтом то есть выделив один слой выделяете остальные и здесь уже вставить стиль слоя вклеить стиль слоя и уже применяется тень к вашим слоям ко всем те эффекты которые примените применятся к вашим всем остальным слоям и сейчас нам нужно разделить в данном случае на три части то есть видео аудио канал youtube для этого мы выбираем инструмент раскройка так же делаем вот переходим на этот инструмент если у вас здесь рамка изначально по умолчанию рамка стоит то здесь выбирайте инструмент раскройка и раскраиваем на три части то есть приближаем контр плюс чтобы аккуратно это все было и раскраиваем начинаем отсюда раскраиваем на три части на три части так так аккуратненько на три части так и последнее последнее все control минус уменьшаем мы видим что у нас наш под наше меню мы раскроили его на три части для того чтобы этими кусочками этими частями сохранить мы идем файл здесь мы идем сохранить для веб нажимаем сохранить для веб ждем пока у нас загрузится нажимаем сохранить нам программа предлагает куда сохранить мы ищем опять же ищем куда нам сохранить для групп вконтакте вот у меня тестовый паблик я прямо сюда сохраняю можем назвать в принципе можем назвать так и сохраняем нажимаем ок не боимся все сохраняем опять же сохраняем теперь как документ как документ для именно для фотошоп чтобы потом что-то поменять если что-то не устроит нажимаем сохранить нажимаем ок и в принципе у нас все готово для того чтобы оформлять свой паблик я покажу сейчас как это выглядит так давайте посмотрим бесплатный нет не то так для групп вконтакте и вот у нас тестовый паблик вот смотрите у нас сохранилось три наших картинки три наших картинки которые мы будем загружать с вами в паблик и уже к ним привязывать какие-либо ссылки на ресурсы вот друзья на этом первая часть видео заканчивается и мы будем с вами в следующей части как я уже говорил разбирать уже непосредственно будем там загружать разбирать как все это сделать именно уже внутри паблика жмите на ссылку вторая часть мы продолжим